Девушки отдыхают Не то чтобы даже забыл, а как-то упустил из виду, что есть еще один необязательный диалог. Мне тогда захотелось это самое, вы помните, сначала зайти в магазин, и меня там благополучно убило, ну или я просто превратился, или Александр превратился в страшную тварь. А оказывается, если зайти в парикмахерскую, в библиотеку, она же книжный магазин, вот там-то как раз интересный диалог с кучей подсказок и находится. Вообще при монтаже забавно замечаешь столько всяких маленьких вещей, например, как интересно, что у друидов был ритуал именно вызова дождя. И это, я сначала подумал, что как бы вызываешь дождь, и тем самым как бы исполняешь их ритуал, а потом думаю, нет, а вдруг это был, они даже говорили не ритуал вызова дождя, они говорили праздник дождя. И я вот думаю, может, это действительно была просто подсказка. Действительно, я думаю, в игре довольно много очень маленьких и, к сожалению, зачастую не самых очевидных подсказок, например, когда, как я уже говорил, нас посылают в этот самый, в лабиринт к Менотавру, и говорят, тебе надо много вещей. И, собственно, не говорят больше ничего. Делай, что хочешь, как говорится. Ах, да, еще одну вещь замечал, не говорил об этом на видео, но, мало ли, может быть, вы тоже не заметили, и вам будет интересно посмотреть, когда только-только встречаешься с этими самыми охранниками крылатыми, там они потом еще отвозят в какой-то храм на колонне. Так вот, я смотрел, там ведь сзади довольно много колонн, и как будто бы на каждой из этих колонн находится гнездо. По всей видимости, там они и живут, эти всякие существа. Так вот, здесь, оказывается, можно поговорить с Джолой, и Александр даже сам с ним заговаривает. Джолла, мой друг, приготовления к свадьбе все еще идут в замки? Это все еще идут в замки? Идут в замки все еще? О, полица Алекс, боже мой, да! Из-за этой проклятой свадьбы весь замок перепрошился. Но я пришел не за этим, я пришел предупредить вас! Предупредить? Меня? О чем же? Разве свадьба это так плохо? Кстати, этот радиалог не дает никаких очков, поэтому я не буду допроходить до нашего места, а просто загружусь. Не, послушайте! Визерис знает, что вы здесь, Александр. Он везде выставил дополнительную охрану, рассказав им про чужиеемного шпиона. Кого он еще мог иметь в виду, кроме вас? Джолин Визерис, скорее всего, уже узнал, что вы в стране, принц Алекс. Я не знаю как, он всегда все узнает. Боюсь, я не был достаточно осторожен. Александр, все это очень серьезно. Кстати, я не очень люблю, когда игры начинают говорить о каких-то серьезных вещах. Мне нравится гулять, гулять и гулять. Я в этом смысле странный. Я больше всего люблю самое начало Воззрительных колец. Когда они тусят у себя, а потом, когда они по лесу гуляют. Правда, чуть не умерли. Но все равно был клево. Так вот, все это очень серьезно, Александр. Теперь Алхазред никогда не позволит вам приблизиться к Ахиме. Он удвоил охрану замка. Вероятно, чтобы удостовериться, что вас не пустят. Черт бери! Очень плохо, что нет способа убедить Алхазреда, что вы покинули остров. Или даже умерли. Если бы он решил, что вы на пути в мир иной, то вы могли бы подобраться достаточно близко, чтобы... Вот да, здесь очень интересно. И про мир иной говорится, и про возможность социнициировать свою смерть. То есть, во многом рассказывается то, что мы уже делали. О, интересная мысль. Расскажи подробнее об этом Джине. А Джей назовут Шамиль Шамазель. Алхазред привел его с собой, когда только прибыл в это королевство. Шамир, скорее всего, не будет непосредственно угрожать вам. Но это вовсе не означает, что он не опасен. Он ужасный обманщик и изобретательный шпион. Эх, а жаль, что мы не можем достать лампу Шамира. Если бы у нас была эта лампа, то Алхазред и все остальные проблемы были бы решены. Но это хорошо звучит, а выполнить это почти невозможно. И вы бы хотели быть хозяином для такого злобного существа? О, Шамир на самом деле не злой. Джины не имеют чувства, как вы знаете. Они лишь отражают сердце своего хозяина. И в беде, и в радости. Алхазред тому яркий пример. О, да как вы думаете, мы можем получить лампу Шамира? Что, прицелик, я даже не мечтаю об этом. Лампа усиленно охраняется. Лежьте было бы украсть собственные штаны Алхазреда, пока уносят их, чем заполучить эту лампу. Ты видишь, хотя бы штаны. Мы не говорим о чем-нибудь большем. Но ведь руки клоуна быстры и ловки. Ну, да. Это так, как ни крути. Но пропажу почти немедленно обнаружат. И тогда моя бедная шея... Если пропажу обнаружат. Кстати, очень интересно. Может быть, этот диалог можно будет потом повторить, но это я его просто промотаю. Ох, это так. Может, у меня тогда и был бы небольшой шанс. Но это почти невозможно. Разве что, если бы вы смогли найти точную копию лампы Лежейна. Именно точную копию. Тогда я, возможно, смог бы поменять их местами. В одиночку я могу подобраться к ней достаточно близко. Но даже я не могу сказать вас... Что? Сказать вас. Что именно вы должны найти? Я видел лампу лишь однажды. Да и то мельком. Я узнал бы ее, если бы увидел снова. Но описать... Нет. Не могу. А мы уже с вами ее видели, когда синициировали собственную смерть. Ну, я посмотрю. Что смогу сделать. Удачи вам в этом, принц Алекс. Я действительно должен торопиться назад в замок. И не думаю, что я смогу вернуться сюда. Если бы за мной не шпионил. Это слишком большой риск. Надеюсь, ты, то есть вы, меня понимаешь. То есть те. Если я увижу Кассиму, я передам ей, что видел вас. И если вы действительно когда-нибудь доберетесь до замка, то найдите меня. Я прошу вас, будьте очень осторожны, мой друг. Постараюсь. До свидания, Джола. Спасибо за помощь. Ну вот, Джола и уходит. И на этом мы как раз можем продолжить уже с того места, с которого закончили в прошлый раз. А, блин, мы закончили у этого страшного хипаря с ножом. Все, идем вперед. Я не знаю, что нас ждет. И у меня сегодня уже было плохое настроение. Поэтому я сегодня с вами сижу с совою. Из-за этого запись сегодняшнего нашего видео посвящается сове. Вот. Гладим сову. Так, сейчас я как-то прям потихонечку прохожу вперед. Все, дошел дальше. Так. Не понял. Скелет слева от дороги что-то дает приближающимся к нему призракам. Билет, пожалуйста. Следующий. И так далее. Они, по всей видимости, не обращают на меня особого внимания. Здесь нужно сделать что-то хитрое. Я, честно говоря, не хочу делать что-то нехитрое. Поэтому сейчас я удостоверюсь. Непонятно. Давайте попробуем сделать вот так. Александр поднимает с земли две кости. Что они ему могут напоминать? А, да. Теперь вспомнил. Что-то вспомнил. Скелетов захватывает музыка. Сначала они только покачиваются в такт, а потом начинают танцевать. Господи, это та самая песня, которая тот Боун, сей Боун и так далее, что ли? Господи. Это же та самая известная песня. Она еще была в этом, в Манки Айленд 2. Валерий Курас. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Александр заканчивает играть, и скелеты возвращаются на свои посты. Несмотря на минутное веселье, они не выглядят более дружелюбными. Субтитры сделал DimaTorzok Никогда не видел, но почти что видел. Я был в здании, в котором вроде бы есть такой ключ. Это здание было даже школой. Я даже в ней работал. Все было странно, я знаю. Так, вот это что? Тот самый билет, о котором я столько слышал? Призрачный билет гласит лишь для одного. То есть не плюс один, да? У меня есть билет. Иди, следующий! Ну что ж, мы с вами наконец-то увидим, что же в этом рту. Вообще, я, конечно, об этом не говорил, но меня, естественно, очень сильно впечатляет, что смерть сделали частью игровой механики и части сюжета. О-о-о-о-о-о-о, это еще кто такой? О, боже мой, ну кто-то звонит. А, на этот звонок надо ответить. Придется мне к вам чуть-чуть попозже вернуться. Вот уж, оказывается, еще и гости какие-то зайдут, я в шоке. Так вот, да, видимо, Александр не единственный, кому интересно тело на дороге. Что? Я что-то пропустил? А, что? Останки рыцаря покоятся на дороге. Рыцарь должно быть, как и Александр, вошел в преисподнюю живым. Но ему что-то помешало достичь своей цели. Александр спрашивает себя, тот ли это рыцарь, о котором говорили друиды? Ну, честно говоря, скорее всего, Александр, дорогой мой. Замороченную далее нужно сделать штуку. Давайте я постараюсь сделать это. Во-первых, обсмотрим всего. На руке рыцаря есть черная перчатка. На ней что-то написано, но Александр не может разобрать, что. Но если мы возьмем, наверное, сможем разобрать. А это что такое? На рыцаре есть старая, изодранная лента. Должно быть, когда-то она много для него значила, потому что принадлежала его возлюбленной. У меня тоже есть лента, дорогой мой рыцарь. Все мы в лентах. Лента не столько стара, что... А, она столько стара, что рассыпется, если Александр только коснется ее. Александр берет черную перчатку рыцаря и смотрит, что на ней написано. Лишь кто живым попал сюда, тот может смерти вызов бросить. И победив, спасет тогда любые души, что попросит. Ничего себе! Это будет трудновато. Интересно только, зачем мне нужна именно перчатка? Перчатка сделана из темно-серого чугуна. А-а-а! Надпись на ней гласит то, что мы уже знаем, что она гласит. Странные наросты, торчащие из стен, освещают мрачный туннель. О, да! Вот такие вещи мне, конечно, прям напоминают те картины, о которых я говорил. Но я все время забываю, чьи это картины, чьи это стили, как он называется. Но я его часто вспоминаю в разных играх. В том числе я его вспоминал в Realms of the Haunting. О, боже мой! Мне нужно было это столько намешать. Погодите, серьезно? Я уже забыл просто. А-а-а! Это, по-моему, где-то здесь пониже было написано, да? Где-то здесь. О, царство, наверное, это очень опасное место, а это нет времени. Ой, блин. Вечный паромщик на реке Стикс-Харон стоит в лодке. Александр не может разобрать, что у Харона под плащом. Но он уверен, что там нет ничего приятного. А, он качает головой, типа, гони монету, иначе не сядешь. Река Стикс. Это густая черная масса, напоминающая смолу или черное стекло. Несмотря на то, что она кажется неподвижной, в реке кажется, что кое-кто живет. Боже мой, серьезно? Призраки, которые недавно попали сюда, готовы отправиться в глубины преисподней. Как я люблю все-таки всякие описания, обожаю. Лодка Харона не похожа на земные суда. Она выглядит, как огромный скелет, разрезающий воду реки Стикс. Александр стоит на берегу реки Стикс. Черная вода тиха и кажется неподвижной. Харон и его жуткая лодка стоят возле берега в ожидании последнего пассажира. Боже мой, тут что-то упало где-то у соседей, по всей видимости. Учитывая, что я живу на верхнем этаже, очень странно. Вот, у меня есть монеты. Держи. Эти монеты могли бы послужить платой за переправу? Харон принимает плату и пускает Александра на лодку. Тут, смотрите, вообще какой-то кости. Как по-русски спайкс забыл. Жуткое место, и причем без небосвода. Меня удивляет, на самом деле, зачастую какой-то андерворлд все время рисуется без небосвода. Что вполне логично, он же андерворлд. Ну так да, довольно клаустрофобное ощущение в этом отношении. Но это место хотя бы не супер жуткое, отчасти даже приятное, но только отчасти. Александр стоит на дороге перед огромными воротами. Дорога окружена холодными водами реки Стикс. Харон уже уплыл. Александр чувствует, что он уже близок к своей цели, которая, скорее всего, находится за воротами. Так, сообразить. Жуткая река течет под дорогой. Странные наросты, торчащие стен, освещают мрачный туннель. И большие ворота в конце пути закрыты. Ну, извините, у меня сегодня, наверное, будет довольно мало комментариев. Потому что как-то я отчасти в своих каких-то мыслях, отчасти в ожидании, что надо побыстрее заканчивать. Еще и какой-то гость придет. Ну, не какой-то это будет Олег. Ну, в общем, всякое, да. Александр протягивает руку, чтобы открыть ворота. Внезапно земля задрожала под его ногами. Господи. Реально, это все сложилось в офигенное лицо. Эта штука действительно дорога прям подходит к нему. Кто посмел-то тронуться до меня и прервать мой сон? Я чувствую запах смертной крови. Протяни в свои руки снова, сочный человек, чтобы я мог сожрать их. Последний раз я лакомился человечиной несколько веков назад. Э... Я не совсем был к этому готов. Мне, по всей видимости, нужно с ним разговаривать. Но мне интересно, что будет, если я действительно протяну руки, черт. Любопытному Александру руку отожрали. Кошмар. Александр решает открыть ворота силой. Очень хорошо, человек. Подойди ближе. О, боже мой. Вкуснятина. Очень интересно, я опять окажусь на входе уже со своим билетом или нет? Да. Так странно. Преодолевая страх, Александр решительным голосом приказывает живым воротам. Ворота. Я должен пройти. У меня есть дело к твоему хозяину. К моему хозяину? У тебя, человек. Ну что ж, я буду рад представить тебя ему. Только сделай шаг вперед. И вы встретитесь в ближайшее время. Нет, спасибо. Я прибыл сюда, чтобы встретиться с лордом мертвых в живом состоянии. Из чего бы мне пропускать тебя, человек, когда я предпочел бы съесть тебя? Я где-то слышал, что человеку, попавшему в царство мертвых, должны задать загадку или дать задание, чтобы он мог пройти через ворота. Я, кажется, что-то такое вспоминаю. Возможно, уловка, задание. А, да. Если человек хочет пройти, загадку задать ворота должны. Ну, давайте загадку. И если ты не ответишь на вопрос, то ты позволишь измученным челюстям решить твою судьбу? Договорились. Слушай внимательно, человек, потому что от решения загадки зависит твоя жизнь. Моя первая часть — это законность. Лигали. Вторая, что окружает тебя. А вот... Ну, не важно. Третья, что ведет всех к победе. Виктори. И четвертая — это конец для тебя. Энд. Все части воедино собери, увидишь ключ к двери. Это прекрасная загадка, потому что есть хороший ответ. Не знаю, где есть Enter нажать. Давайте будем стараться, короче. Надо написать... Сейчас я буду стараться, секундочку. Есть всякие буквы. A, B, C, D, E, F, G, H... А это что? Вот. L, O, V, I. Ответ — это любовь. Ты будешь при этом смерти, как ты узнал, что это любовь. Эту загадку еще никому не удавалось решить. Любовь никому неизвестна в этом царстве. Любовь нельзя изгнать даже из этого темного места. Есть призраки, которые по-прежнему тоскуют по миру живых. И тем более, любовь никогда не умрет в моем сердце. Хватит! С меня достаточно твоей поэзии. Быстро проходи, пока я тебя не передумал. Так смешно. Действительно, теперь он даже похож на какой-то шлем. Я хочу еще раз сохраниться на всякий пожарный. Может быть, даже заглючит видео, и надо будет загрузиться, чтобы... Вот как здесь, например. Удивительно, что этот человек, видимо, был смертным. Давайте поразглядываем это странное царство пауков. Александр стоит в тронном зале лорда мертвых. Именно здесь души умерших заканчивают свой путь и встречаются лично со смертью. Так, лично со смертью. В центре большой пещеры выседает лорд мертвых. Вокруг трона и дороги растекается море душ. Вот что это такое. Оно, видимо, вот оно там. В которое постоянно вливаются все новые и новые умершие. Лорд мертвых что-то говорит им, но это недоступно слуху смертного. Фига. Лорд мертвых выседает на троне, окруженным морем душ. Живое море, как будто дышит душами всех, когда это умерших. Что их ждет? Александру остается только догадываться. Мне это напоминает этот, как его игру, который основной сюжет я прошел, а пока болел, так и не играл, как его Pillars of Eternity. Там много смысла во всяких душах. И там в основном все происходит в перерождении снова и снова. Александр стоит в тронном зале. Это, по-моему, мы читали, но я не уверен. Слуги лорда мертвых молча стоят в начале дороги к его трону. Вы знаете, я, наверное, не буду рисковать разговаривать со слугами. Пойдем поговорим с лордом мертвых. Александр не может говорить с лордом мертвых отсюда. А, надо сначала подойти. Александр подходит к трону лорда мертвых. О, меня даже ведут обалдеть. Эти монахи еще покруче тех монахов. О, Господи, вот ты тварь, а! Погоди, ты что, врос в свой трон или у меня глюки? Безумие! Зачем ты прибыл в мои владения, если ты еще жив? Он огромный, синий. И с цепью, и вокруг него черепа, а его ноги костяные. Это удивительно. Вот уж кто-то нарисовал, так нарисовал. Вот у меня даже было такое, когда я говорил про старые игры с своим напарником на работе. Он мне говорил, типа, ну там, типа, графика плохая. Я говорил именно про игры там, где фиксированные задники. Я говорю, ну как же плохая? Как нарисуют, так и графика. Я понимаю, здесь много пикселей и тому подобное, оно, блин, это впечатляет. Ты мог бы легко найти смерть и в мире живых, но раз уж ты здесь, можешь остаться. Поцелуй мою руку, и ты станешь одним из призраков. Ты не почувствуешь никакой боли. Я знаю, некоторые из вас, те, кто смотрит это, наверное, пропираются такой возможностью, но ай-яй-яй, вот что я скажу вам на это. А, теперь я могу что-то сделать. Могу как раз поцелать руку, но я не хочу этого делать. Я знаю, что мне надо сделать. Это очень странно, на самом деле. Мне надо кинуть перчатку. Да, я тебя посмотрю на него. Он весь в цепи. Вполне возможно, что голова действительно... Э-э-э, твоя воля к жизни сильна, не так ли? Но не думай об этом, я всегда буду с тобой. Боже мой, только не говори мне... Нет! Ты кстати лорда мертвых наполняет Александру Холдом этим... Ну вы, по крайней мере, увидели эту черепу. Вау! Смерть не любит ждать. Окей, оно того стоило. Я немного не ожидал такого, но хорошо, хоть сохранился. Все, я швыряю перчатку в него. Я прибыл сюда, не чтобы умереть, а чтобы бросить тебе вызов. С этой перчаткой я бросаю тебе вызов. Смерть! Лишь тот, кто живым попал сюда, тот может смерти вызов бросить. Победив, спасет тогда любые души, что попросят. У него есть перчатка! Невозможно! Он бросает вызов смерти! Ха-ха-ха-ха, вот это реакция. Кто ты такой, чтобы бросить вызов смерти? Я всего лишь человек из плоти крови, мертв. Чего же ты хочешь добиться своим вызовом? Спасти душу какой-нибудь мертвой девицы? Мне нужны души короля Калифима и королевы Аларии, правителей страны Зеленых Островов. Ты хочешь спасти две человеческие души и покинуть с ними царство мертвым. Это не такая простая задача. Двери, могилы не откроются так легко. Блин, вообще обалдеть. Вот уж тема так тема. Либо мы втроем покинем это царство, либо останемся здесь навеки. Что ж, хорошо. Я принимаю твой вызов. Ты должен решить загдачу. Если решишь, то я исполню твои требования. Тысячи лет я сижу на этом троне. Я слышал самые печальные истории, которые могут рассказать люди. Я видел трагедии, которые рушили целые империи. Несправедливости, которые рушили любовь, которая была сравнима по красоте со звездами на небе, но остановилась... Не, становилась жесткой и холодной, как камень. Я видел мучения, которые невозможно перенести человеку. Но все же они их переносили веками. Но было то, чего я не делал, видя все это. Я не пролил ни одной слезы. Заставь меня заплакать, человек, из плоти и крови. И ты получишь то, что просил. Заставить смерть плакать! Раньше он мог превращать море в камень! Огонь в лед! А, и все, и меня заставлять его плакать, а он не любит ждать. Прикол в том, что я знаю, как заставить смерть плакать. Зацените. Зеркало чудовища. Стоит из-за необычного, необычного прозрачного стекла. Красивая рама стекло дает очень четкое отражение. Да еще. Если ваша жизнь была такой, как вы сказали, то только истина может стать моим мечом. На поверхности зеркала какое-то время клубится тьма, а затем она наполняется еще более темными образами. Отражаются отчаяния, стянающие души, оковы холоднее и тяжелее, чем те, которые когда-либо ковал человек, и жажда, которая никогда не будет удалена. Александр чувствует, как зеркало дрожит в его руках, и рад, что он не видит то, что отражается в зеркале, но взгляд лорда мертвых прикован к нему. Он видит свою жизнь. То, что он давно забыл, теперь снова предстает перед его взором. Как его приковали к этому трону, еще когда он был человеком. Как он годами наблюдал за страданиями и ужасами, и становился к ним все более равнодушен. Как в нем медленно умирала человечность, и рождалось то, чем он стал теперь. Его жизнь, которой нельзя избежать, и которой никогда не наступит конец. Окружившие его духи отвлекают от боли, но истина была так остра, что кольнула остатки человеческой души. Кто-то орет, ай-ей-ей. Убери его! Пусть это прекратится! Это явно не он, это его эти слуги говорят. Зеркало раскалывается от напряжения, и смерть проливает одну единственную серую слезу. Истина. Это действительно страшная вещь. Я ношу эту мантию так долго, что забыл, как она тяжела. Ты можешь забрать призраков и вернуться с ними в мир живых, как я и обещал. Ты получишь отсрочку от неизбежности. Я почти завидую тебе. Найдите призраков, которые ему нужны, и придите ко мне. Я полагаю, король Калифим и королева Алария. Ваш герой выиграл для вас еще несколько лет смертной жизни. Пусть ваши души будут готовы для вечного отдыха, когда вы вернетесь. Благодарим вас, милорд. Я уверен, что будут. И ты, человек из плоти и крови, мой конь отвезет вас троих обратно в мир живых. Скажи ему, куда вы хотите попасть. Что ж, до встречи. И я уверяю вас, мы обязательно встретимся. Не сочтите за грубость, милорд, но я надеюсь, что это случится через очень долгое время. Это случится скорее, чем ты хотел бы, смертный. А теперь прочь. Да, милорд. КОНЕЦ Ваше Величество, вы уезжаете? Предательство Алхазреда должно быть наказано, Александр. Алария и я должны собрать союзников и сформировать план действий. Вы тем временем следите за безопасностью Кассимы. Удостоверьтесь, что ей не причинят вред. Мы возвратимся, как только сможем, чтобы забрать все, что было у нас украдено. Я буду охранять ее до вашего возвращения. Спасибо, сын. Ваша любовь к нашей дочери должно быть очень сильна, что вы перебороли саму смерть ради нас. Действительно. Может, мы преодолеем то, что нас ждет, и станем одной семьей. Даже жалко, что я решил дополнительную концовку делать после этой. Разумеется, она будет совсем не так крутая, и, разумеется, крутой концовкой было бы лучше закончить эту игру. Но игра еще не кончается. Нас ждет, я думаю, даже в этом прохождении, не альтернативном. Возможно, даже целых два видео. Ну, я не берусь судить наверняка. В любом случае, мне точно пора бежать. Всем большой баи, и всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok